Всем привет, с вами поездец, сегодня у нас на повестке разбор обновления 0.9110 именно в ключе заработка монет плюс презентация небольшого обновления торгаша, ну само собой надо было добавить и я добавил кое-какую информацию туда значит что нам писали разработчики, когда все это дело планировалось напоминаем, что мы планируем переработать системы сезонов, ежедневных испытаний и наград за ежедневный вход в игру лимиты увеличены, планируется не так, в итоге активная ежедневная игра будет поощряться соответствующим образом и активные игроки смогут получать больше необходимых ресурсов в течении недели охренеть и некоторые каналы реально там раструбили, что блин, круто ну вот когда обновление вышло, мы теперь можем зарабатывать больше ресурсов но почему-то они, скажем так, умолчали про монеты ресурсы-то ресурсы, но меня, например, лично интересуют монеты чтобы пойти на рынок и купить то, что мне нужно, не сидеть и не заниматься крафтом потому что, конечно же, всем нужны как минимум легендарки а легендарка, минимальный станок на 5 деталей стоит 400 монет а мне, к примеру, нужна одна, ну максимум две и, соответственно, остальные 3 неиспользованные детали, они остаются висеть на этом станке легендарки у нас крафтить до недавнего времени было вообще невыгодно по крайней мере с фиолетово точно из синяя там более-менее что-то там можно было выбрать ну и с белых деталей покупных там, конечно, запаришься все это крафтить и прибыль была небольшая но суть не в этом короче делал я в торгаше вот такие две таблички значит, вкладка в значки механиков нажимаем обновить и у нас все это дело прогружается у нас, соответственно, ресурс, который мы покупаем за значки механиков количество цена ресурса с рынка цена в значках, сколько стоит 500 единиц металлолома в значках механика и, соответственно, высчитывается стоимость 100 единиц значков механиков то есть у нас учитывая цену учитывая количество и потраченные значки механиков считается сколько у нас сто этих значков стоит вот по отношению к этому ресурсу и так по всем это для того чтобы понимать на что выгодно менять давайте сортируем соответственно у нас электроника на первом месте пластик на втором ящик следопыта на третьем ну а далее уже в два раза не выгоднее как минимум это ящик странник и металлолом с проводами но аккумуляторы иметь ни в коем случае не вздумайте покупать лучше получается под накопить на электронику продать электронику и соответственно если нужны аккумуляторы иметь купить уже их вторая таблица вторая таблица она очень хитрая тут посчитано выгодно ли какой-либо рейд ходить за платный бензин легкий рейд напоминаю нас стоит поход туда 20 единиц бензина средний 40 и тяжелый 60 соответственно тут посчитано прибыльность того пошли мы в тяжелый рейд и откатались 10 боев мы купили бензин заработали 450 значков бензина мы купили на 35 и 76 монет 35 целых 76 сотых монет мы купили бензин в итоге мы вот эти значки меняем на пластик на электронику простите получаем какую-то определенную монетку с этого и вычитаем оттуда стоимость бензина и соответственно у нас получается либо плюс либо минус и вот так вот посчитано по всем рейдам соответственно в легкий счет выгодно 7 и 22 ну потому что там расход бензина небольшой и по большому счету вы тратите 7 монет всего лишь на все это дело но условно опять потому что 120 бензина не купить вы можете купить только 200 на далее средние рейды и левиафаны невыгодно ходить за покупной бензин просядете на 2 целых и 28 сотых монетах но соответственно тяжелые рейды дал хорошо 28 и 93 выгоды окей далее погнали накидал я вот такую таблицу на вот цели вот у нас все эти задания ненормальные которые нам предлагает 8 побед в боях где награда металлолом и нам дают 100 значков 6 побед в легких ридах 100 значков призовое место в королевской битве тоже сутка далее 15 побед в пвп награда провода 150 значков 9 призовых мест подпасовках это с первое по четвертое место нужно занять еще 150 значков на левика сходить 10 побед одержать 150 значков 10 побед средний рейд награда нет 150 значков с пластиком тоже 150 далее 20 пвп боев побед 450 значков где награда аккумуляторы 10 хардрейдов с медью это еще 450 из электроника еще 450 плюс еще 10 побед в плановых войн 450 значков в итоге мы получаем две тысячи восемьсот пятьдесят значков за неделю и того соответственно за две недели если делать аналогию к старым рейдом старым сезоном мы получаем просто на 2 помножаем 5 тысяч аж 700 значков круто круто смотрите вот эта таблица тут у меня старые цены на ресурсы и примерно старые зарубки так вы получается на тот бесплатный бензин вполне ненапряжно могли за две недели закрыть тяжелый сезон ну соответственно нагладая определенным оружием мы могли получить 623 монеты этот 340 примерно ящик стоил может даже дороже я ящик честно говоря не смотрел и примерно 7 монет стоила электроника в итоге мы получали 623-700 монет там бывало даже когда хорошие цены на рынке и белость места доходило это были такие моменты далее мы могли чего по проходить средний сезон ну еще сверху заработать 88 скажем так монет это вместе с ящиком который дается в награду и плюс у нас еще оставались легкие можно было в принципе под напрячься и успеть за эти две недели за у меня были люди которые закрывали знакомые все три рейда хорошо но мы берем только один хардовый за бесплатный бензин чистая прибыль 623 монеты у нас вот стабильно было считаем наше то что нам сейчас позволяет значит открываем торгаш надо мне добить кое-какие цены на ресурсы я честно говоря даже сам еще не знаю что у меня получится потому что таблицу накидал и решил прямо так на записи все просчитать так электроника 575 на данный момент она упала так далее меня интересует бензин бензин сока 596 596 и надо высчитать стоимость одного значка это очень важно значит мы можем обменять 800 значков на 200 единиц электроники соответственно 200 единиц у нас будет стоить это мы умножаем на 2 нет не на 2 на 20 и делим на 800 ах ты зараза такая прочете не нравится запятая должна быть у меня . стоит да тут надо поменять тоже не на запятую так у нас получается один значок при обмене на электронику но это без учета естественно комиссии 0 143 75 монетки так теперь мы берем ну вот у нас два значения 2 850 и 5700 так вот тут мы короче вот так же сделаем сейчас я покажу что это такое то это значит два значения может тоже забудем ну давайте считать на две недели пофиг короче мы берем 5700 значков и помножаем на стоимость значка то есть мы закрыли все получается задания за первую неделю закрыли все задания за вторую неделю и соответственно эти значки обменяли на электронику получили кое-какие монеты смотрим в восемьсот девятнадцать триста семьдесят пять ну то есть больше до согласно 623 по старом цене по новым восемьсот девятнадцать три семьдесят пять охренеть крут так и здесь мы сделаем то же самое это помножаем на вот это есть вроде круто но вы же понимаете во первых плановые бои не все туда смогут сходить но например старые тяжелые рейды мы могли закрывать с фиолетовым оружием на абсолютно там ни в каком плане не быть и вполне легко там все это дело закрывать сейчас нам уже нужно состоять в каком-то клане и я сомневаюсь что в клан вас примут без легендарного оружия так какие например кланы мы возьмем и выкинем отсюда уже 690 это если вы не состоите в кланах и у вас нет возможности например держать 10 побед в клановых войнах вы уже заработаете 690 монет так далее есть люди которые не любят например королевскую битву вот я в том числе призовое место ну я не знаю я туда вот короче и нахрен 790 а если я еще и в кланах не состою то это уже 661 то есть мы уже приблизились к заработку только харда хардового сезона по старым ценам и по старым правилам так что у нас еще такого можно выкинуть отсюда так 8 пвп это легко 6 побед в легких рядах призовое мы выкинули на в королевской битве провода 15 побед окей 9 призовых местом но хрен с ним это можно 10 побед левика в принципе виды аккумуляторы но вот плановые выкидываем пока что и королевскую битву далее бесплатный бензин вот скажем так я смотрел уже некоторые ролики которые правильные некоторые ролики которые реально до денег меньше вот но тем не менее там не учли один момент смотрите раньше бесплатного бензина 200 единиц которого давалось каждый день нам хватало как минимум закрытия харда сезона еще и оставалось в принципе его но я вот после закрытия тяжелого сезона я не шел на средний хотя времени оставалось достаточно и честно говоря даже не в курсе можно его закрыть успеть или нет но тем не менее мы считаем только хард то есть собственно по минималочки как я например хард закрыли и нафиг отдыхать так вот нам бесплатного бензина хватало на закрытие сезона на бензин мы не тратились а бензина нам дают 200 и на соответственно две недели то есть на 14 равно плюс итого 2 800 значит на все вот это дело нам потребуется 120 на легкие 10 побед левиафана это еще 400 бензина здесь побед по 40 далее 7 400 по меди 400 по пластику 600 это хардовые пошли еще 600 2520 единиц бензина нам на неделю нужно а тут у нас получается 200 на 14 2 800 бензина нам дается собственно на две недели то есть вы уже понимаете к чему я клоню 2520 на одну неделю на две недели нам потребуется 5040 единиц бензина ты век мы вычитаем из нашего ежедневного бензина мы вычитаем тот бензин который нам потребуется для прохождения всех заданий у нас получается 2240 единиц бензина нам за эти две недели нужно покупать на рынке а сколько это будет стоить вот это умножаем на стоимость нет не помножаем на стоимость получается вот это мы делим на 100 нож и бензин в стаке 100 единиц и помножаем на стоимость опа получается у нас из заработка двухнедельного мы должны вычесть 133 монеты потраченные на бензин у нас уже остается пятьсот двадцать семь монет это мы не всего лишь не сходили в 10 клановых боев и королевскую битву давайте их добавим давайте полностью все закроем 685 это вот если все сделать два раза в течение двух недель нормальный расклад больше мы стали монет зарабатывать или меньше пишите пожалуйста в комментариях на мой взгляд меньше и на мой взгляд вот это вот все проходить да еще и за неделю успеть ну я не знаю давайте еще что нибудь выкинем что мы например не успели к примеру тяжелые еда хотя бы там и не знаю там за медиа например мы тоже не успели что в первую что во вторую неделю что у нас там остается уже пятьсот тридцать одна монета но тут уже правда не сто тридцать три а чуть чуть поменьше надо вычитать сейчас соображу как это формуле сделать надо в очередь так это помножить на вот это нет вот это помножить но вот это помножить на 10 это помножить но вот это помножить но здесь 120 а потому что здесь это помножить на это помножить на 6 120 так к примеру мы не успели сходить за медью в тяжелые рейды уже заработок с учетом бензина 469 монет даже с нынешними и перешними ценами мы зарабатывали старом варианте 549 монет а сейчас 469 это всего лишь мы не успели не смогли попасть в клановые бои мы завели в болт на королевскую битву и мы не успели закрыть два раза тяжелый рейд а если мы вообще все рейды тяжелые не могли не успели закрыть сколько у нас останется 412 а если вообще не ходить в рейды давайте вообще не пойдем в рейды так средний пластик это на хрен любит ну любит интересно в принципе но легкие можно там или на это самое на ежеднев очки у нас там получается 316 монет тут уже неправильно считается бензин в плюс пошел это уже никак не исправить но блин 316 монет не ходя в рейды за две недели и то опять таки это надо там 20 тут пвп боев тут 15 так а теперь давайте рассмотрим наши ежедневные задания сколько мы можем на них поднять монет и наверное приравняем все это дело тоже двухнедельному заработку ящики я не учитываю потому что так или иначе их можно получить поэтому я их не беру в расчет значит у нас раньше было 200 лома каждый день но мы могли накопить по три ежедневки соответственно там перекручивать их для того чтобы задание менять и подбирать так чтобы скажем так раз в три дня одним махом закрывать их сразу все три из получает там раз три дня 600 лома или каждый день заходить не суть важно короче 200 в день на сейчас 365 это у нас 40 за чего у нас там получается вход в игру автоматом выдается далее 75 это 5 пвп побед и 5 пвп побед с каким-то оружием их одновременно можно закрывать вот это вот хорошо и и пвп я тоже 75 операция на рынке 25 ну и бонус автоматом еще 75 того 365 на единиц металл лома окей получается сколько на слон стоит 384 считаем сколько одна единица лома и соответственно это для этого на сотку делю и помножаем на вот это количество 365 в итоге получается 14 аж монет каждый день можно поднимать на ломе если его продавать но это без учета комиссии то есть отсюда надо отнять 10 процентов это минус 1 и 4 то есть реально там 12 половины до получается зараза много 12 половиной монет так какие раньше раньше лом стоил дороже четыре с половиной монеты поэтому мы соответственно вот отсюда выберем это дело и четыре с половиной делим на 100 и помножаем на наше количество 200 ранее мы могли заработать 9 монет ну давайте считать за неделю неделю помножаем на 7 помножаем на 7 за неделю 98 по новому и 63 по старому давайте за 2 все в двум неделям подводить 196 по новому за две недели мы можем заработать тупо на продаже лома но минус комиссия ну грубо говоря там минус 19 половиной монет отсюда так по новому по старому же на 14 по старому 126 монет соответственно вот к этому заработку мы можем смело еще и новый приписывать это у нас напоминаю двухнедельный заработок если мы при условии выполнили абсолютно все вот эти задания и обменяли значки на самый дорогой ресурс то есть электронику получается у нас купили будущую блин ох мы богатей аж 1015 монет можно заработать за две недели если при условии только одном закрывать абсолютно все задания что ежедневные что вот эти ну кстати вот единственное что удобно за что разрабам большое спасибо это то что 5 пвп побед мы можем закрывать одновременно с пятью победами с каким-либо оружием и одновременно будут закрываться еще если выбрать соответственно ресурс который вы получаете за пвп победа еще и вот эти вот аккумуляторы 20 побед пвп 450 значков можем одновременно закрывать провода 15 это 150 значков и 8 побед лона 100 значков тоже вот одновременно вот это вот все можно закрывать ну вот из этих трех и естественно что-то одно будет закрываться ну по крайней мере две ежедневки и одно из сезона переделанного можно одновременно делать и 3 пвп победа опять таки можно совмещать с прохождением рейда в новом сезоне но опять таки опять таки опять таки клановые мы например не ходим рейды тяжелую мы например не любим 627 монет за две недели короче пишите в комментариях как вам это обнова насколько вы понимаете для того чтобы закрыть все вот это вот дело для того чтобы заработать вот такую сумму нужно просто жить в этой игре красавчик и в пвп и в рейдах и где только не побывать в общем пишите в комментариях свое мнение давайте все это дело обсудим именно в комментариях под этим видео открываю обсуждение и таки менее чат я буду читать абсолютно все сообщения и еще по старому видео я скорее всего запилю ролик я выберу топ-10 лучших комментариях и зачитаю все это дело вслух в общем открываю обсуждение пишите что вы думаете хорошо плохо все это сделали сколько у вас по времени занимает все ли задания вы планируете закрыть на если не планируете все то почему какие не планируете все это пишите мне все это дело интересно давайте все это обсудим на также новый торгаш он соответственно в ссылке в описании под этим видео но новый торгаш он соответственно тут просто тупо вот эти две таблицы для того чтобы понимать куда ходить за платный бензин выгодно куда нет и соответственно стоимость значков механика для того чтобы быть курсе на что можно менять она что лучше менять не стоит эти значки но я имею ввиду то что на электронику пластику пластик можно на ящик следопыта в принципе тоже можно но остальное уже мягко говоря не выгодно на медь ты ни в коем случае не меняйте вообще все всем спасибо за просмотр ставьте лайки если вам понравился это видео подписывайтесь на канал если этого еще не сделали кто не в курсе что такое торгашка в первый раз на моем канале и случайно наткнулся на видео просьба ознакомиться с предыдущими видосиками по торгашу и и вообще по всему поэтому ну и соответственно если зайдет подписывайтесь я буду рад всем удачи всем огромных заработков всем эпических нагибов и в пвп и в пве всем удачи пока пока